Добрый день, уважаемые трейдеры! Давайте поговорим о наиболее интересных событиях текущей недели. Новая торговая неделя будет насыщена макро-статистикой, которая может увеличить торговую активность на рынке Форекс. Трейдеров могут заинтересовать важные макроэкономические публикации из Германии, Еврозоны, Великобритании, США и Японии, релиз которых запланирован на вторую половину недели. Например, публикации ВВП США и Великобритании, как квартальные, так и годовые данные. Также и другая макро-статистика. Итак, начнем со вторника. На европейской торговой сессии этого дня будет опубликован индекс экономических настроений ZYOU, который определяет настроение институциональных инвесторов и является главным индикатором условий для бизнеса. Его дальнейший рост поддержит европейскую валюту. Немного позже Великобритания публикует индекс промышленных заказов по данным конфедерации британских промышленников CBI, который отражает экономические ожидания руководителей производства в стране. На азиатской торговой сессии поздно вечером будут опубликованы годовые данные по объему экспорта и сальдо торгового баланса Японии за декабрь прошлого года. Торговый баланс имеет высокое значение для Японии. Превышение фактических значений над прогнозом положительно для валюты. В среду в ходе европейской торговой сессии Германия публикует индекс деловой активности в производственном секторе. Рост этого показателя либо превышение прогноза благоприятны для европейской валюты. Немного позже будут опубликованы два индекса экономики Великобритании. Средний уровень заработной платы с учетом премии за ноябрь прошлого года и изменение числа заявок на пособие по безработице за декабрь. Последний – один из наиболее важных индикаторов для рынков и политиков. Его снижение положительно характеризует рынок труда и благоприятно для валюты. Во время американской торговой сессии ожидается публикация из США о продажах на вторичном рынке жилья. Данный отчет позволяет обозначить силу на рынке жилья США, что помогает анализировать экономику в целом. В случае выхода показателей выше ожидаемых, доллар США укрепится. На Тихоокеанской торговой сессии ожидается публикация из Новой Зеландии. Индекс потребительских цен, который отражает темпы роста цен к соответствующему месяцу годом ранее. Инфляция – один из ключевых индикаторов на Форекс, так как наиболее часто от нее зависит монетарная политика. Рост этого показателя или превышение прогноза положителен для новозеландского доллара. В ходе европейской торговой сессии четверга опубликуют индекс делового климата от ИФО Германии. Этот индикатор весьма тесно коррелирует с динамикой экономики и превышение прогноза благоприятно для евро. На этой же сессии немного позже опубликуют решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Изменения этого индикатора чрезвычайно важны. В ходе американской торговой сессии четверга выйдет отчет базового индекса розничных продаж Канады за ноябрь. Рост показателя или превышение прогноза отражает более высокую потребительскую активность, что будет способствовать укреплению канадской валюты. Отчет по продажам нового жилья в США за декабрь – это индикатор уверенности в экономике. Во время азиатской торговой сессии четверга опубликуют индекс потребительских цен Японии, который является очень важным показателем. Его рост или превышение прогноза положителен для японской иены. В пятницу во время европейской торговой сессии ожидается публикация по изменению объема ВВП Великобритании за предыдущий год и последний квартал прошлого года. Это наиболее полный индикатор состояния экономики. Его рост благоприятен для британской валюты. Во время американской торговой сессии пятницы ожидаются две очень важные публикации из США по изменению объема ВВП за последний квартал 2017 года и по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. В это же время из Канады ждем публикации индекса потребительских цен. Рост этих показателей или превышение прогноза положителен для американского и канадского доллара. На этом все. Подводя итог, можно сказать, что достаточно сильный новостной фонд предполагает существенные колебания на рынке. Рост торговой активности ожидается по парам с евро, с британским фунтом и с долларом США. Успешных вам торговых операций на рынке Форекс. Зарабатывайте с Фибогрупп. Фибогрупп. Субтитры создавал DimaTorzok